Возможно, внезапно для кого-то сегодня, но с более известных нам консолей переходим на Game Boy Advance. Золушка, магические мечты. Если будет громко, говорите. Disney Interactive, между прочим. Пшеничная вода, не напоминай оборотень, не надо. Так, очень модная тема на Game Boy Advance. Нам предлагают выбрать аж из целых пяти языков. Конечно же, берём английский. Какая красивая заставка. Мыши уже упоролись. В принципе, можно понять. Сама Золушка, вон там внизу на экране, кстати, с принцем изображены. Золушка, магические мечты. Игра 2005 года. Ну, естественно, авторство Disney. Новая игра. Загрузить, посмотреть клипы. Посмотреть картинки, опции. Чё у нас в опциях есть? Волшебные сны? Как хочешь, Вульф, можешь так перевести. Ребята, по звуку нормально? Ничего не... Звук игры не перебивает меня, нормально слышно. Да, Даня, я сегодня перед ребятами извинился. Сказал, что типа... Сегодня 10 марта, но типа такой запоздалый стрим с поздравлениями нашей прекрасной половины. Нормально, отлично. Ну, погнали, новая игра. Чё, Сефирот, чё случилось? Денья стала открытием, когда понял, Золушка происходит от слова Зола. У нас, кстати, здесь тоже есть заставки. Но, к счастью, они в очень низком качестве. И поэтому стрим не должны забанить. Здесь как-то всё заблюрино. Романтичный Гаррет на восьмом... Вообще, мне этот мультик в детстве очень нравился. У меня была кассета, ну, видеокассета. Первая запись была там фильм «Скалолаз» со Сталлоне. А после «Скалолаза» — «Золушка». И мы с мамой часто перематывали фильм, чтобы включить вот этот мультфильм. Естественно, в одноголосом переводе. Но, по-моему, не Володарский был. По-моему, другой переводчик, популярный в 90-е. Так. Нажимайте вверх-вниз, чтобы менять стороны. Нажимайте кнопку «А», чтобы прыгать через объекты и животных. Погнали. Цветочки не забываем собирать. У меня была видеокассета, не продолжай. Хорошо, Круз, как скажешь. Нажимайте вверх на дверях и проходах. Сейчас, подожди, играю. Цветочек подберу. Всё, дальше не пускают забор, который не перепрыгнуть. Тоже полжизни думал, что «Золушка» от слова «Золото». Она реально от слова «Зола», что ли? Или это прикол? YouTube 72 разрешение. Нет, даже с другой стороны, хорошо, что нам мультфильмы в таком слабом качестве показывают. YouTube не должен ругаться. Спасибо, Антон. Живов, скорее всего. Или Гаврилов, да. Вот ещё два популярных переводчика 90-х после Володарского. Кормим лошадь. И уходим. Синдер, агарок, зола. Спасибо, Вульф. Я, между прочим, тоже не знал, что «Золушка» от слова «Зола». Сегодня, считайте, ещё одно открытие. Как она ловко прыгает, прикольно, кстати. Так, от курочки всякой уходим. Помню, когда магнитофон купили в семье. Какой-то скачок в будущее для нас был. Первая кассета с «Хищником». Ну, это шикарный фильм. Я бы от «Хищника» тоже не отказался первой видеокассетой. Ай-яй-яй, здесь опять забор мешает. «Золушка» на ГБА интересно смотрится? Да, Тём, очень прикольно. Ну, Дисней умели в графонистые игры. Чем приятно Дисней игры? Большинство из них красочные и лёгкие. Каждый уважающий себя ретро-стример должен хоть что-то из коллекции Диснея пройти. «Золушка» на ГБА офигенная вообще. И вспомните хоть одного стримера, который вам её показывал. Так что, ребята, берите на будущее. Надеюсь, у кого-нибудь ещё увижу. «Диадему» подобрали? Это как ванап считается. Так, здесь тоже нифига нету. Опять забор. «Самый популярный переводчик?» Спасибо, Гаррет. Спасибо, ты меня засмущал прям. «Барашек зачётный?» Тёмыч, тут вообще... И курочки тоже ничего такие. Видно, кстати, что нормально кормят. Они тут прям такие толстые. Зацените, какие у них лапки маленькие, да? И сами курки пышные. А он даже сейчас до сих пор что-то жрёт там, подбирает. Рядом лужа с водой, она что-то жрёт сидит там. Обе части были на одной кассете, прикинь, шикарно. Мне «Второй хищник» не так понравился, как «Первый». Первый вообще эпичный фильм был. У нас «Рыбако» первый был первой кассетой. Здорово, Чиби. Здорово. А я не помню, какая... Ой, тут пугало может задамажить. Зацените эти поля с подсолнухами. Офигенно. Сорбин Санаев. Нифига себе, сколько переводчиков было. Андрей, я даже больше половины не знаю из этих. Просят водичку набрать. Ну, давайте. «Птичник против Золушки». Не смотрел, но надо глянуть. Очень эпичный кроссовер, походу. О, не Эрика из прошлой игры? Не, оборотень, вряд ли. Кто-то другой, скорее всего. На ГБА куча игр по лицензии, многие наверняка хорошие. Да, да, не есть такое. Я тоже неоднократно уже говорил ребятам. На Game Boy Advance очень много игр было по фильмам, мультфильмам. Так, цветочки поливать надо. Ну, я бы не сказал, что прям все из них хорошие, но, наверное, большинство все-таки очень приятно играются. Ай-яй-яй, зайчик задел. Тринадцать цветков уже собрал. За сколько-то цветков жизнь дают? Надо посмотреть этот момент. То ли пятнадцать, то ли двадцать. Пока что у меня четыре жизни. Круз, охотно верю твоей огромной... Огромному опыту просмотра разных фильмов. Я бы такое, наверное, не стал смотреть все-таки. Но верю, что и такие были. Книгу Хищник читал, отличия, конечно, есть. Бугай, это можно про многие... Многие франшизы, так сказать. Возьми те же Звездные войны. Книга очень серьезно отличается содержанием от того, что в фильмах, в играх нам показывают. Та же самая Дюна Фрэнка Херберта. Тоже с книгой очень мало совпадений. Ну, в играх, в фильмах. Книга это все-таки немножко другое. Тут как ни крути, сравнивать, наверное, даже особо смысла и нет. Книги с играми, с фильмами. Звездные войны не по книге. А почему тогда Вульф? Суслика водой полей, а не получится. Не получится, оборотень. Здесь, к сожалению, это действие приковано к тому, что мы должны сделать. Я сейчас попробовал Зайчика полить, но тоже не захотел. Когда в последний раз смотрел Золушку, сколько лет назад? Честно, наверное, лет 25 назад в последний раз смотрел Золушку. Причем был еще классный советский фильм про Золушку. Тоже древних годов. Тоже не помешало бы посмотреть его. Странная живность, все хочет убить меня. Дюну только читать надо, смотреть ее мало понятного. Мне кажется, если не пытаться какие-то сакральные смыслы найти, то Дюна нормально смотрится. Блин, Зайчик затроллил. Че-то ХП прям на глазах тает, между прочим. Короче, Ван Кэт очень давно смотрел. Книга «Звездные войны» появилась после фильма. Ладно, я понял, Гарретт, неудачный пример привел. Ну, я к тому, что книга и фильмы – это обычно разные явления. Нет смысла сравнивать эти произведения. Обычно то, что в книге происходит, мало общего с фильмом или мультфильмом имеет. «Звездные войны» Лукас придумал, сразу фильм снял. Сначала фильм был. Я понял, ребята, спасибо. Спасибо за то, что просвещаете меня. А заодно пристыдили немножко. Так, здесь тоже все собрал. Блин, у меня ХП маловато, две полоски осталось. У Золушки осталось две полоски. Это очень такой напряженный момент. ХП, если что, вон там в шарфе у меня изображено. Как раз такие в «Звездных войнах» фильмы и книги прям одинаково идут. Во «Властелине колец» отличия сильные. В «Гарри Поттере» тоже, начиная с третьего фильма, много отсебятины. Знаете, что еще вспомнилось? Что интересно было бы узнать. Ребята, кто читал «Ведьмака» и кто играл «Ведьмака»? Вот так вот чисто ради интереса можно сравнить книгу с играми или с фильмами, с сериалами? Про «Ведьмака» можете что-нибудь написать? В школе в театральном кружке играл в постановке «Золушка». Нет, не «Золушку», а «Короля». Хорошо, что уточнил, между прочим. Прыгни в колодец. Да не получается, Вульф. Здесь игра очень сильно привязана к конкретным действиям. Здесь от себя тяну, к сожалению, нельзя делать. Меня не пустят в колодец, я не смогу провалиться. Только играл, понял. Все произведения Стивена Кинга лучше под одеялом ночью с фонариком читать, чем киноадаптации смотреть. Стивен Кинг вообще серьезный мужик. О, мне, кстати, хп восстановили, можно спокойно бегать. Главное, не сравнивай с сериалом. Хорошо, зорк не буду. Да я и не собирался сравнивать. Мне интересно было мнение ребят почитать. Читала «Ведьмака», но не играла. Какие разные эти... Кинслейер только играл, Фрейчка только читала. Книги про «Ведьмака» заканчиваются, начинается первая игра. Они не стали по книге, они сделали как отдельно получается. Нифига себе. Кстати, я пятую жизнь получил за 20 собранных цветочков, получается. Все, все яблоки собрал. После первой книги по «Ведьмаку» мне было непонятно, как Netflix такое фуфло могли снять. Netflix у него очень противоречивая, на самом деле, репутация в этом плане. На что я не поклонник, но и то замечал некоторые моменты. Кинг пишет не только ужастики. Но Буга имел в виду, что ужастики надо только под одеялом читать. Я, в принципе, с ним согласен. Здесь вроде все собрал. Вроде ничего не упустили. В этом году еще книга выйдет по Геральту. Офигеть, их продолжают писать, значит. «Ведьмак книга — это сопли мужика по бабе. Раз в год боясь чудищами». Игра топ, польский фильм отличный. Ну, было бы странно, если бы еще и поляки плохо экранизировали «Ведьмака». Так, подождите, я цветочек не взял. «Игры по «Ведьмаку» самостоятельные сюжеты». Спасибо, ребят, что прояснили. Я вот, если честно, пока вы не написали, даже не знал, что игры — это уже отдельная история после книг. У меня есть все три части в «Стиме», но, опять же, не знаю, когда доберусь. Блин, у нее коры-то дырявая, что ли. Я нифига не могу нормально эти яблоки собирать. О, наконец-то. Такой жизнерадостный крот вылазит. Наверное, что-то под юбкой Золушку увидел, раз у него такая добрая улыбка. Кротам хорошо в этом плане. Без палева можно наблюдать. Геймплей моё почтение, конечно. Ты про Золушку, Ронфи? Что ты хотела доброй диснеевской игры, где девушка — главный персонаж? Насколько была бы интереснее игра, если бы яблоко могло задамажить, попав по голове? Как минимум, один ученый с фамилией Ньютон точно одобрил бы. Шестую жизнь подобрал, отлично. Там еще ремейк первый готовят по Ведьмаку когда-нибудь. Первый Ведьмак, конечно, морально уже устарел. Он в каких годах-то выходил? Я только у Яны Хамстер Даркнесс видел, как она Ведьмака играла. На стримы других ребят не попадал. Блин, опять мало ХП. Да хватит меня дамажить. О, вот это вовремя. Если выбирать, с чего начинать лучше с книги, а то третья часть точно мата много, боевка каша, ходить много надо, не пойдешь. Разница в уровне, мобов очень сильно влияет. Первую сейчас сложно воспринимать, кривоватая какая-то. А вот третья игра по Ведьмаку топ. У третьей Ведьмак очень много международных наград собрал. У нее даже, по-моему, есть в каком-то году номинация Игра Года. Если в прошлом году Baldur's Gate получили эту номинацию, точно такая же у третьего Ведьмака была. Но они очень много наград собрали. Именно третья часть. Если вы зайдете на страницу Стима, третий Ведьмак, увидите, как много там описания, сколько всего она получила. Здорово, Санек. Я думаю, это лучше у вора спросить, где он там работает. Я с ним как-то не особо на эту тему общался. Первый Ведьмак, начало нулевых, понял. Ну, давно уже вышло. Вообще, про Netflix неспроста столько мемов ходят. Они прям парашу какую-то плодят в промышленных масштабах. Не помню толком ничего нормального от них. За исключением Аркейна, который даже не они сняли, а только выпустили. У нас, кстати, геймплей поменялся. Теперь за мышат играем. Мне у Netflix более-менее нравилось смотреть Любовь, Смерть и роботы. Сколько у них? Три сезона, по-моему, вышло. Вот это единственное, что я более-менее у них смотрел. Нам тут разные советы пишут, что, типа, пробивать препятствия можно правым шифтом, пауков можно пуговицами отстреливать, жизни теперь в магических шапках изображены, а хп в виде большого куска сыра. Оп, сломали, отлично. Паук прикольно так лапками, типа, давай, давай, иди сюда. Такая музыка тревожная заиграла. Отлично. Первый ведьмак лучше играя из всех внезапно выдает круз. Первый ведьмак лучше играя из всех. Смелое заявление, круз. Но, как бы, как говорится, у каждого свои вкусы, поэтому я, конечно, не буду спорить с тобой или что-то доказывать. Я просто больше удивился, что есть люди, которым первая часть больше всего нравится. Там жизнь была, ну ладно. Пугатна. Жизнь у меня и так нормально. А вот оружие не помешает. Сыр, надеюсь, мастам. А почему, почему так, такое предпочтение вульф? Ой-ой. Непонятно, некоторые ямы, что надо перепрыгивать. Охота дальше идти. Зацените на ГБА, что реализовали. Кот подглядывает и пытается лапой нас задеть. Прикольная анимация, когда он лапку достает свою. Лапы загребущие. Любовь, смерть и роботы тоже слышал хорошие отзывы. Не посмотрел, тогда принимается. Все равно, кажется, Г от них больше вышло. Нетфликс реально странные ребята, конечно. Так, а там вроде, не, там ничего нету. У меня в третьей 570 часов вроде. Третья часть, там можно много чем заниматься, конечно. Сайдквесты всякие, предметы, побочки. Третий ведьмак в этом плане, он, конечно, я сам не играл, но наслышан, что там контента море. Может, не так, как, конечно, в Elder Scrolls каких-нибудь, но в третьем ведьмаке при желании будет чем заняться помимо основного сюжета. Ох, сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой! Как он меня сейчас не задамажил? Офигеть! Ай-ой-ой, не трогай меня, паук! Первая хороша тем, что она относительно линейная и короткая. И отличная сюжетка. Тоже играл Тоник, да? Ой-ой! А чем первый ведьмак плохой? Омон, я не говорил, что он плохой, я просто удивился, что есть ребята, которым первая часть нравится больше, чем вторая и третья. Любовь к смерти робота, чешуительный сериал, два сезона посмотрел, не пожалел качества. Ну вот, хоть не зря вспомнил. Нормальная вся трилогия, прикольно, что с охранки переходят, да? С охранки переходят с первого во второй, со второго в третий. Типа ты можешь начать третью часть прокачанным, так что ли получается? Боевка немножко специфичная, но сама игра сильно короче, чем та же тройка. Не так сильно приедается. Все, понял. Блин, даже захотелось первого ведьмака поиграть, ну ладно. Да и просто бывает, запущу травки пособирать, по лесам погулять, закаты, рассветы повстречать, почилить, в общем. Я так и понял, Митрич, что третья часть, она очень обширна в этом плане. Во всех сериях у людей предпочтение, я так понимаю, с тех игр, с которых они начинали. Для меня вот Ведьмак 1, Elder Scrolls 4, Готика 3. Круз, а по героям меча и магии есть какие-то фавориты? Или ты не фанат этой франшизы? Что-то интересно стало. Меня, возможно, заплюют, начинал 3 и дропнул. Слишком киношный для меня какой-то, оказался. Геймплейно в боях, типа, что-то слэшер-экшен быстро надоел. Там тоже перекаты есть, комбо ударами-мечом. Не, третий Ведьмак, я считаю, что игра вообще прям... Не зря столько наград собрала, она действительно очень крутая. не зря... здесь надо катушку с нитками опрокидывать, я понял. Да не, зор, кто тебя заплюет, за что? У каждого свои предпочтения, но не понравился тебе третий Ведьмак, что в этом такого? Меня тогда вообще должны камнями закидать, я пока ни одного Ведьмака не запускал. Получается, первый хуже всего нет ОМОН. Я просто удивился, что есть игры в сериях, у которых первая часть бывает любимой. Можешь, например, привести пример... Например, пример, но я люблю заговариваться. Можешь еще привести пример, где первая часть тебе, например, понравится больше, чем вторая или третья? Я вот так сразу не скажу, скорее всего. Что-то в тупик какой-то прибежал. Блин, ОМОН, даже немножко грустно, что тебе так показалось. Я ни в коем случае не имел в виду, что первая самая плохая. У меня Elder Scrolls тоже четвертая любимая. Обливия, она же четвертая была? Герой начинал с четверки, люблю больше всего пятую. Здесь вообще есть люди, которые застали первых и вторых героев. Хороший вопрос. Мне даже интересно, где первые герои выходили. Вряд ли они только на ПК были. Герои мне понравились, шестая за нежить, а так мне больше нравится Disciples Kings Bounty. Юрий, здорово, спасибо большое. Пока неплохо продвигаемся. Я бы даже сказал, вообще хорошо сидим. Так, здесь вроде ничего нету. Я все боюсь какие-то важные нечтяки пропустить. Вот там наверху сыр, но надо с другой стороны обходить. Про что споры? Да не то, что споры, Даня, я просто интересуюсь у ребят какие любимые игры во франшизе и удивился, что кому-то понравилась первая часть. Омону показалось, что я удивился, потому что считаю первую часть хуже второй и третьей, чем первая. Хотя я как бы вообще даже близко не имел это в виду. Не то, что споры, просто удивляюсь, кому какие части нравятся во франшизах разных. Вот, пожалуйста, Sacred первая часть вполне норм, спасибо за пример. Sacred, кстати, это же тоже экшен-РПГ какая-то. Dark Souls 1 лучшая в мире игра, извинись. Геймбой, герои меча и магии были, поиграть можно. Офигеть, даже на геймбое были герои меча и магии. У нас, кстати, тем временем первый босс и он меня уже задамажил. Чё такая рожа у тебя хитрая? Жопу свою подставляет, а урон только в голову уйдёт. Disciples, конечно, очень крутая атмосфера и вторая прям ух. Её ещё хорошо доработали модами сейчас, неожиданно прикольно играются. Куча PvP и турниров проводятся в узком кругу, я поглядываю. Disciples они, возможно, и конкурировали с героями. Хорошо попал сейчас. А, я ещё не могу запрыгнуть, пока не обойду со стороны. Ладно, я его добил всё-таки. Sacred классный Diablo клон. Спасибо, Гаррет. Про Sacred что-то слышал, но не видел, чтобы кто-то играл. третий герой лучше четвёртый, хуже пятый, однако лучше второй и первый, который хуже третий. Сейчас мозг взорвётся. Кстати, ПК-шные Принцы Персии для меня первый топ, которые пески времени. ПК-шные Принцы Персии. Михалыч, по-моему, на ДФе играл недавно. Редко кто вспоминает Sacred, она больше одно время моей любимой игрой была. Мы, кстати, по сюжету добрались до места, где неродные сёстры Золушки стали ей завидовать и просто всё платье, которое мы пытались собрать, разорвали в клочья. Сволочи. Первый Sacred хорош, после него второй не зашёл особо, ещё третий был. Третий, по-моему, по отзывам хуже всех получился. Лопайте пузыри конкретного цвета. Амкол, зацени, у нас тут вертикальный шмап начался. Правда, враги в меня не стреляют, но тем не менее. Пару месяцев назад перепроходил Sacred полностью. Как ощущения кинслейер не испортились с момента, когда познакомился с игрой? О, нифига ванапчик. карету собрали, отлично. Теперь надо другого цвета пузыри. Делаем из мышей лошадей. Принц Персии один из новых. Первая часть самая то, остальные хуже. Мне даже немножко неловко с вами поддерживать беседу в этом плане, потому что у меня да что ты маленький пузырь прикрыли другие. Если по другим цветам попадать, у нас шкала опускается. Извините, ребят, не могу вам составить достойную беседу, потому что сам практически ничего не играл из того, что вы перечисляете. Стыд и позор, как говорится. Уже не первый раз за сегодня. Но таких моментов скорее всего еще много будет. Потому что я один, а игр очень много. Буквально любую франшизу называть и я не смогу нормально поддержать беседу. Те же метро взять, мафию, GTA, ну зато будет стимул для дальнейшего изучения. Отлично. Мне Diablo на Denny попадалась какая-то, только это китайцы делали на японской RPG, похоже. Так, красные пузыри. Третий Sacred это провал, второй неплох. очень даже. Особенно понравилось, что привлекли к PR Blind Guardian. Так, а что сейчас из лошади жакея делаем? Нет, пузыри не буду трогать. Когда-нибудь будет время? Это самое главное, Даня, чтобы время было. Самое главное получается. так, ну чё, не всё ещё, что ли? А, вот ещё, ещё саму Золушку, блин, я самое основное забыл, надо же ещё и Золушке принцессу сделать. Не попадаю. О, отлично, свиток подобрали. Свиток это предмет, который разные картинки после игры открывает. Всё, можно заканчивать этот этап, здесь тоже подобрали свиток. Я очень часто поглядываю в чат, но по-моему ещё ни один свиток не упустил. Ай-яй-яй. Так, жёлтые пузыри. Золушка здесь такая потрёпанная. Какие сёстры мрази у неё, конечно, я понимаю, что не родные. Просто посмотрите, что они с ней сделали, всё платье изнахратили. Крёстная пришла очень вовремя. Блин, такая красавица стала. Age of Wonder понравилась самая первая, потом вторая и третья совсем не зашла, потом вышла Planet Fall, она тоже понравилась. Смотрите, сколько вы уже примеров привели, где первая часть на самом деле ещё и может фору второй и третьей дать. До сих пор в машине трек Blind Guardian закинут из Sacred 2. Блин, ребята, хватит дразнить разными играми, я не успеваю уследить за всем. Blind Guardian, если что, повар Metal группа. Понятно. Ну, если чё, Круз, я не знал, кстати. О, теперь надо танцевать с принцем. Старайтесь оставаться в кругляшке в освещенном месте. И в это время продвигайте разные крутые движения и шаги. Ну, давайте попробуем. Не забывайте при этом уворачиваться от других танцоров. Видали, чё могу? Опа! Опа! Да, быстро получается. Кручу, верчу, золушку запутать хочу. Оп! Ещё и наклон можно сделать. Если в чате появится свиток, не будет пропущен. Спасибо, робот. Спасибо. О, вон там, кстати, я вижу. так, забрать, а потом уже танцевать. Принц, ты чё, угораешь, что ли? Забери этот свиток. Во, наконец-то. блин, блин, кто работу с освещением делает? Я не успеваю. Это пьяный мужик там, видать, проворачивает. Скружил голову женщине. Ну, чё поделать, этого и добивались. Кстати, да, в принце Warrior Within Godsmack звучит, очень крутые пацаны. В смысле, реальные треки, без каких-то добавлений. Большая проблема первого сейкреда, дохренища багов, включая критичных, часть которых пытались фиксить модами, но всё равно. торопились выпустить игру, наверное, раз допустили такие моменты. Да, Godsmack, ещё кое-какие пацаны, там треки вообще очешуительные. Когда я доберусь до всей этой крутой классики? Ну, теперь, кстати, надо убегать от каких-то злых разбушевавшихся горожан. Оператор, ты не можешь как-то побыстрее камеру, я не знаю, передвигать. Я так-то убегаю от разъярённых жителей. Эти фонари сзади немножко так страшно смотрятся. У меня, кстати, 8 жизней на данный момент. Убегать от ментов? Там непонятно кто, мы только палки с фонарями видим. Серджук, здорово, добрый вечер. Старайтесь оставаться в кругляшке. Ой-ой-ой, на карету заставляют залазить. Есть, отлично. Сальтуху крут они. Оборотень, ты постоянно просишь такие вещи, которые золушка не может выполнить. Что за реквесты какие-то страшные у тебя? Это добрая детская игра для девочек в основном. Какие сальтухи золушки, о чем речь? Джи Трамп здорова. Стэнделон от Годсмэка там вроде бы композиция так называется. Если найдешь зорг, я может даже послушаю. Если ВК скинешь мне. Так, здесь свиток тоже подобрали, отлично. В роковом плейлисте мешани нечасто звучит, понял. Написали, что охрана, спасибо. Значит, Дип Ульф был прав насчет. Э, уже? Мне задели ногу и минус жизнь? Серьезно? Так, ладно, аккуратнее надо. За сотку золушка крутанется, сомневаюсь. Она же наимное непорочное дитя, зорг. Здесь разные подкупы не проканают. Надо золушку чем-то другим брать, вот как принц попробовал, скружив ей голову. Разные алчные заманухи не для нее, она слишком чистое создание и вряд ли купится. Я могу скинуть, давай, после стрима послушаю, заценим, что там за треки в песках времени играют. Ой-ой-ой-ой-ой, ну я же прыгнул. Что-то какой-то слив пошел, надо как-то повнимательней. Я там об невидимую фигню какую-то зацепился и не смог продвинуться. Надо на карету побыстрее. Короче, ладно, получаем урон, но остаемся живы. Меня охрана уже три раза поймала. Тайминги очень неприятные на самом деле у этих плюющих водопадов. Да не говорит же Трамп, что-то фигня какая-то началась. Что такое, почему в этих играх начало такое прям радужное, веселое, в смысле что, беззаботное. Ближе к концу начинается хардкор какой-то. Какой-то деревенщина задел фонарем мою ногу. Все, минус жизнь сразу. Это что такое вообще? В постеле можно было даже костры по-пионерски тушить. Постел очень нашумевшая игра. О, я одновременно ну по сути я сейчас три жизни получил. Реабилитировались за поражение. Собрал двадцать цветков получил шестую жизнь. Подобрал диадему получил седьмую жизнь. Чуть дальше была еще одна диадема восьмая жизнь отлично. Все, что потеряли все считай назад и вернули. Постел вообще по-моему даже в каких-то странах запрещали эту игру. там кота можно на автомат насадить. Я пропост стал наслышан. Игра словно красавица бежит к чудовищу. Здорово сил кик. Так, а эти кучки листьев меня затормаживают. Обратите внимание какая красота. Золушка убегает при полной луне на фоне звезд леса от разъяренной охраны с фонарями. Блин, вот это возможно самая красивая локация в игре. Даже поля с подсолнухами не такие красивые были. Вон там домики какие-то стоят. Блин, офигенно нарисовали. Здорово, здорово сил кик. Четвертая игра на сегодня. Неплохо продвигаемся, но впереди еще реквест. Так что надо силы поберечь, конечно. Серьезно, Круз? Там даже можно было барсука из дробовика стрелять. Вообще постал страшно запускать на стримах, потому что реально есть шанс, что как минимум стрим у тебя забанят. Не кота, а барсука. По-моему, кота тоже можно было. Вяло убегает, так устала уже, наверное. Девятая жизнь, отлично. Убираем. Тихо. Поймал за ногу, остальное цензура вырезала. Остальное, как говорится, додумайте сами, что произошло. Да, Круз, там уже не детская игра начинается, там уже немножко другого плана. Постал очень мирная игра, все. От игрока зависит, задание. Музыка тревожная заиграла. Задания простые, купить молока, сходить за зарплатой, получить посылку. Я смотрю, постал много кто играл. Ай, блин, зажали камнем, сволочи. Вот это немножко непонятно, здесь такие ландшафты, непонятно, можно вверх убежать или нельзя. Что-то она может перепрыгнуть, за что-то цепляется. Ты не ты, когда голодный. Немножко странная реклама, но тем не менее. Здесь надо было оказываться наверх залазить, ну ладно. Немножко странное явление, стоит мне начать терять жизни, как будто игра сама их подставляет. Еще недавно было 5 жизней, смотрите, у меня уже 10 диадем собрано. сложность в конце игры нарастает, но при этом и количество жизни тоже становится больше. ХП можно восполнить, еще один свиток. обратно. Ты найди, кто в него тогда не играл, у него такая репутация была, что не поиграть было грех. Но постел тоже древняя игра, я с тобой согласен. Тоже наверное где-то начало нулевых, так же как и первый ведьмак примерно по времени. Есть, добежали наконец-то. Пацифист ран трудные местами. Пацифист вообще в любых играх очень сложное явление. Кстати, игра показывает вставки из мультфильма по канону, то есть как и должно было быть. Вот мачеха прячет ключ, когда заперла Золушку и теперь мыши должны спасти ее. Яй-яй. пробивайтесь сквозь хлеб нажав правый шифт. Две мыши бегают по королевскому столу. Какая прелесть. Какая антисанитария жесткая происходит. Не играл в постол, много потерял. Вульф у меня постол тоже есть на аккаунте стима, но я все-таки побаиваюсь запускать его на стриме. Наверное, сначала просто пощупаю, поиграю. Там будет видно. Сказали, что мирная игра, типа задание интересное, но не знаю, не знаю. Насчет первого постола ХЗ, во второй у нас играли все, кого знал, даже некоторые девчонки, потому что такая дичь была тупо невообразима. Я представил девчонку, которая играет в постол и что-то. Ну, ладно. Хорошо. Не успею, наверное, потонет. А нет, успел. как я сейчас жив остался, краешек кастрюли зацепился. Замечательно. Тут ничего нету. Первое еще управление неудобное, нужно привыкать. Что-то я уже бегу, сломя голову, урон везде ловлю. Ладно, пока ХП нормально. чайник закипает. Снимайте, пока не поздно. Зачем-то куча пуговиц лежит, хотя, по сути, никого убивать здесь и не получается. Уже шесть выстрелов накопил. Одиннадцать жизней. Давай, всплывайте, бутерброды. Спасибо. Кстати, об антисанитарии. У нас тут недавно 70 тонн просроченного мяса арестовали. Должно было пойти на шаурму. Жуть какая. 70 тонн мяса. Так, у меня два ХП осталось, надо поаккуратнее. Жуткая новость, оборотень. Во время учительница по иностранному языку рассказывала, дочь играет в Постл, чтобы знала... О-о-о-о. Жестко, жестко. Запускай на Гудгейме спокойно. Не знаю, Зорк, обещать не буду. Я вообще боюсь уже что-нибудь обещать. Сейчас, кстати, все шаурматники покупают уже готовые вертелы с доставкой сами ничего не маринуют это даже немножко как-то обидно игра мирная только в том случае если будешь вести себя как законопослушный гражданин что-то мне это gta напоминает где тоже так просят активировать свечу хп восполнили отлично что-то мне это дима gta напоминает там тоже если себя нормально вести ту звездочки не будут появляться и полиция не будет тебя преследовать и прям колоколом в башку еще один свиток отлично прикольный мультик кстати сейчас вспоминаю ты про золушку имеешь ввиду я уже говорил мы в детстве любили его смотреть один из первых мультфильмов которые у меня на видеокассете был да игра классно сделано по меркам gameboy advance нас мои любимые шаурмятни вообще не с вертела мясо режут просто кладут нарезанный шашлык вы же лавки продают кстати неплохой зорк если когда-нибудь приеду в гости мы с тобой договорились да по поводу шашлыка вот это вот все я помню есть ничего ловлю на слове о 12 жизнь отличная шаурма это святое покупаю только когда при мне готовят по идее так и надо опасно брать готовые продукты когда вы не видите как их делают я понимаю там контроль качества ужесточенный вот это все но у нас предприниматели любят экономить так что ничего удивительного если кому-то после очередной шаурмы желудок заболит или плохо станет так что ким мастер правильно написал если вы берете какие-то готовые блюда желательно чтобы это все при вас делалось так там ничего нету вроде нифига нету до золушка но классный классный мультфильм мне нужно было проверить я проверил все здесь никаких свитков нет по поводу базы с бассейном кент с возвращением я я не стал говорить что сегодня еще геймбой advance будет в эфире по нифига это чё бак что ли как меня так закинула лучше всегда самому все готовить но вольф это вообще идеальный расклад если ты сам все готовишь я по себе понял что и есть приятнее когда сам готовишь и в целом как бы до меньше рисков что какую-то гадость подцепишь за блин нифига не успеваю вообще ни разу не видел ларьков шаурмой где бы готовили при тебе больших городах должно такое быть прикольно надо ключ проталкивать и при этом кота бить я здесь сдувает сволочь хватит сдувать мой ключ угомонись код смотри чё делает да блин этот мышь еще не сразу ключ толкает давай давай маленько осталось есть отлично ни разу не видел чтобы ее не при тебе готовили и разные мнения просто в той лавке такой поток клиентов тупо все мясо прямо с углей идет либо в контейнеры либо в шаурму ничего не застаивается вообще понял ну классно что так организовали на самом деле да зорк я как бы я не против там сам какой-нибудь супчик сварить но реально иногда особенно вот кто работает на сложном предприятии иногда охота просто уже что-нибудь нормальное заказать и не париться самому к счастью у нас сейчас эта тема очень актуальна и как бы хорошо что много организаций кто занимаются доставкой и готовкой еды тем временем кстати счастливый конец ну примерно 50 минут ладно там поменьше не не суть важно игра на геймбой advance которая проходится за час музыка красивая заиграла все достали ключ благодаря нашим мышам открыли золушку которая была заперта на чердаке там кто не помнит вкратце напомню когда золушка сбежала с бала она обронила туфельку и принц издал указ что тому кому подойдет эта туфля он на ней женится подданный принца разъезжал по разным домам проверял кому подходит туфля никому не подходила уже собирался с квартиры золушки уходить но золушка успела выскочить с чердака ей примерили эту туфлю она подошла и все пожалуйста меня жена готовит шаурму это совсем другой продукт ингредиенты те же ну когда сам готовишь ким мастер я же говорю это уже совсем другой опыт еще бы мясо вырезали при тебе давайте посмотрим потом вернусь в чат красивые картинки замок да и последняя картинка это где туфля подошла красивая слайд-шоу прикольная вот для чего мы собирали вот эти свитки на уровнях это скрепбук так называемая чем такая золушка на геймбой advance movie clips это то что нам в процессе игры показывали заставки так что по второму кругу их смотреть не вижу смысла чем классная игра вообще и наверное по меркам геймбой advance одна из самых простых в плане прохождения на сто процентов вот такие дела